Всем привет! С вами Диана Лао Ши, и в сегодняшнем выпуске Chinese Please мы поговорим о Мстителях. Имена героев, новости, коронные фразочки и прикольные моменты. Поехали! Здесь мы будем рассказывать о самых трендовых, полезных, современных китайских выражениях и словах. Фильм Мстители. Финал собрал в прокате 2,5 миллиарда долларов. Еще 200 миллионов, и он обгонит фильм «Аватар» и станет самым кассовым фильмом в мире за всю историю кино. А вот в Китае в первые 5 дней проката фильм заработал колоссальную сумму в 331 миллион долларов и установил рекорд как самая кассовая премьера выходного дня. И это при том, что предыдущая часть «Война бесконечности» собирала ту же сумму в течение месяца проката. В китайских кинотеатрах творились не менее шокирующие события. Например, фанаты Мстителей избили одного мужчину, который проспойлировал финал фильма. А другую девушку увезли на скорой в больницу, потому что она заработала нервный срыв. Спорим, вы захотите узнать, как этот фильм называется по-китайски? Диана Лауши расскажет вам? Фу чхоу джэ лень мэнг. Фу чхоу джэ лень мэнг. Фу чхоу джэ это Мстители. Фу чхоу мстить плюс джэ тот кто. То есть тот, кто мстит, это Мстители. И лень мэнг союз или лига. То есть по-китайски этот фильм называется как Лига Мстителей. А теперь выучим имена ключевых супергероев. И начнем с моего любимчика, Железный Человек. Это Стальной или Железный. Железный Рыцарь. В имени второго персонажа тоже присутствует иероглиф СЯ, то есть Рыцарь. Но он уже паучий рыцарь. Человек-паук. Как вы могли догадаться? Это Паук, СЯ, Рыцарь. А вот имя следующего персонажа можно опознать уже по первым двума иероглифам. Вы по-любому знаете, что Мэй Гуо это Америка. Туэй Джанг это Капитан. То есть Мэй Гуо Туэй Джанг это Капитан Америка. Следующий персонаж. Бог грома и молнии. То есть Тор. Лэй это гром, Шэн это божество. Все логично. Дальше по списку. Зеленый великан. ЛЮ Джю Рэн. ЛЮ Джю Рэн. ЛЮ. Зеленый. Джю Рэн. Великан. Так китайцы назвали Халка. Но, кстати, в самом фильме все-таки встречается вариант Халкхе. Халкхе. Можно и так, и так. Страшная автокатастрофа поставила крест на карьере успешного нейрохирурга. Отчаявшись, он отправляет в путешествия в поисках исцеления и открывает себе невероятные способности к трансформации пространства и времени. А ком это я? Все верно. Это Доктор Стрэндж. Сейчас на экране вы увидите имена двух супергероев. В каждом имене присутствует слово Хэй, черный. Ваша задача отгадать, кто же эти супергерои и написать ответ в комментариях. А в следующем видео вы узнаете ответ. Кстати, следующее видео будет по Игре Престолов. Все, кого я сейчас перечислила, являются супергероями. Вы можете спросить у своего друга, какой супергерой ему больше всего нравится. Например, наш оператор Аня может говорить об этом целую вечность. Что можно ответить на этот вопрос? Ну, например, вы уже знаете, какого героя я люблю больше всего. Мне больше нравится «Железный человек». В финальной части «Мстителей» мне очень понравилась одна фраза. Если я скажу тебе, что случится, это не случится. Кстати, вам не напоминает эта фраза такую ситуацию, когда вы задаваете свечи на дне рождения, и вас спрашивают «А что ты загадал?» А вы такие «Я сегодня скажу, это не сбудется». Помните такой момент тоже в последней части, когда Капитан Америка произносит проникновенную речь? Это борьба всей нашей жизни. Давайте выучим эту фразу. Это борьба всей нашей жизни. Кстати, когда мы можем еще использовать эту фразу, например, у вас горит какой-нибудь проект, или вы просто готовите что-то новенькое, интересненькое, и хотите сгустить краски, добавить немножко драматизма, то вы можете написать своей команде, своим коллегам, типа, это борьба всей нашей жизни. Давайте, ребята, подожмем. А в фильме «Война бесконечности» Тони Старк произнес очень прикольную фразу. Простите, земля сегодня закрыта. Забирайте вещички и проваливайте. Где мы можем использовать эту фразу? Блин, напишите в комментах, у меня нет идей. В первой части «Мстители» прозвучала, ну, просто супер известная фраза, мне кажется, ее знают даже те, кто не смотрел этот фильм. Мне кажется, эту фразу можно использовать, когда кто-то решил выпендриться, что у него что-то есть, а вы такие «Воу-воу». А у нас есть Халк. Используйте на здоровье. Ребят, касательно следующих фраз, которые мы будем разбирать, я хочу сказать, что фразы на русский язык переводились не всегда точно, не всегда детально, скорее передавался просто общий смысл сказанного, а вот с английского на китайский фразы переведены уже очень классно. Поэтому мы сейчас будем использовать русский перевод, который был в дубляже, но фразочки на китайском будут прям приближены к оригиналу. В третьей части мне еще понравилась одна фразочка, которую сказал Танос. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший. Мне кажется, эта фраза такая мотивирующая. И последняя фраза на сегодня, моя самая любимая. Она определенно пригодится вам, если кто-то решит катить на вас бочки. Давайте выучим эту фразу. Ребята, я была супер эксайдет поболтать с вами сегодня на такую трендовую тему. Надеюсь, вам было интересно и полезно, и, конечно, фаново. Оставляйте комменты внизу, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока!